Друзья, я приветствую вас на канале Осложный Проспорт. Продолжаем делать каталог товаров по версии 2023 года. Сегодня продолжим заниматься сущностью ревью и в данном случае будем уже соответственно сохранять ее базу данных. Предлагаю не задерживаться, переключаться в Visual Studio и начнем. Итак, в прошлый раз мы создали метод, который выдает review.createUmodule, то есть который нужно будет заполнить пользователю и нам теперь нужно сделать метод, который будет его получать обратно. Давайте с этого и начнем, review.getForCreate, давайте какой-нибудь postCreate сделаем и соответственно здесь нужно сделать такой же маппинг. Во-первых здесь будет get, я почему так промахну на все. Get, здесь будет postCreate, пусть будет так называться. Ну, давайте пока вот так оставим. И я предлагаю в очередной раз скопировать. У меня есть в продуктах postCreateRequest, я так же хочу его сюда закинуть. Немножко переименовать. Продолжаем Ctrl-H, review. И соответственно мне нужен viewmodule. Так, ну в данном случае я сюда буду получать create, выдавать наружу review. Ну и давайте сразу переименуем. Вот таким вот образом. Так, ну и надо понимать, что у нас здесь некоторые, так сказать, будут нюансы. Я вот это вот должен убрать. Мы получаем, выдаем наружу review viewmodule. Здесь мы получаем review. Заполняем viewmodule mapping. Надо проверить, что маппинг есть. Ну и на самом деле, насколько я помню, давайте проверим. ReviewMapper есть у нас. ReviewModel нам нужно в обратную сторону сделать. то есть review create youmodule на собственно говоря review. И теоретически нам нужно здесь некоторый ignore поставить. Ну я думаю, что мы сейчас запустим и увидим какие именно. Слава Богу, что в автомапе хорошо и четко показывает то, чего не хватает. MirrorSevenReview. Так, и соответственно наружу не даем. Ну и надо теперь, собственно говоря, задействовать request. И это будет выглядеть примерно вот так. И я его сделаю, чтобы он появился в методе. Вот таким. Нет. Вот таким вот способом. И так как мне просто идеи не нужно, но это будет примерно вот так. Ну и еще мы сюда, так. Мы наружу будем выдавать review viewmodule. Вот таким вот образом. Теоретически все готово. Ну давайте проверим. Так, что-то тут я наделал лишнее. Я уберу. Вот так вот. И запустим приложение. У нас приложение не запустилось. И собственно говоря, то, о чем я говорил, вот почему. У нас есть mapping. И вот эти вот штуки у нас не замапраны. Я делаю таким вот образом. Иду в mapping и вот так вот по-хитрому делаю. Чтобы видеть, что мне нужно, собственно говоря, исключить. Первым делом мне нужно сказать, что для сущностей, для свойства, которые продукт, мне его нужно игнорировать. Я не собираюсь его никаким образом использовать. Дальше. Мне нужно visible. И это будет у нас. А, давайте я так сделаю. А, давайте я так сделаю. А, visible мне будет false. Потому что по умолчанию я буду всего лишь навсего закидывать review. Отправлять теоретически администратору уведомления о том, что появилось новое review. И он это будет модерировать. Давайте вот так. Вот таким вот образом я это сделаю. Так. Дальше. Мне нужно created add. Давайте заигнорируем. Created add. Это потому что это подставится. А вот created by мы должны получить по образу и подобию из вот отсюда. Нам важно получить эту информацию. Так. Дальше. Мне нужен updated add. А мне у нас игнорируется. Updated add. Игнорируется. Она подставится. Но updated by. Теоретически она тоже может подставиться. Но давайте пока прыгнем. Давайте сделаем так же. Пусть сразу устанавливается. Вообще, конечно. Не будем мы этого делать. Так. Ну и ID. И мы идентификатор тоже пока игнорируем. У нас потому что и монету мы в процессе сохранения бата данных только будем его получать. И соответственно это мне уже не нужно. Давайте запустим теперь. Еще раз. Так. Приложение запустилось. В этот раз ошибок нет. Ну и здесь у нас review. Давайте снова повторизуемся. Получим пи-модул на редактирование. Так. Ну для начала мне нужен какой-нибудь реальный продукт. Пусть будет вот этот. Мы получили view-модул. Теперь я его вот так вот смело забрать. И соответственно могу вставить. Надо сказать, что у меня нет проверки на реальность продукта. Так как она не дается view-модул. И теоретически ее нужно добавить. Давайте рейтинг поставим какой-нибудь 5 контент. Ну допустим. Вот такой. Зажимаем execute. Проверяем, что у нас все сохранилось. Да, действительно так. Но у нас нет валидации на как раз этот пост реквест. Давайте его создадим. Так. Давайте для начала все закроем. И сделаем. Ну я прошу опять же у вас прощения. Я сделаю так называемый ход к нему. Скопирую валидатор для предыдущей сущности. Вставлю его здесь. Перееменую. Это будет у нас пост. Не пост, а ревью. Вот таким вот образом. И я вот так вот его тоже вот сюда вот вставлю. Да, это конструктор. И здесь просто пропишу те штуки, которые мне должны быть обязательно. Т.е. По доп. Идея. Вот. Контент. Ну контент у нас где-то тут был. Давайте откроем и посмотрим. Электрону. Тревью. Контент. А, юзернейм. Контент 2048 символов. Вот он. Рейтинг 1 на 5. Так. Рейтинг. Грейтеден. Ноль. И. Лесден. Чем сколько там? Шесть. Есть. И. Дальше. Что нам еще нужно. Так. Круток тайги есть. Ну и здесь мы видим. Наверное все. Да. Это все. И соответственно валидатор этот не отработает если у меня рейтинг не будет работать. И он работает из коробки включен в pipeline. Давайте запустим и проверим что я так. Попробуем указать какой-нибудь рейтинг не тот. Я авторизуюсь. Ревью. Здесь у меня уже есть в памяти какой-то. Ну давайте я вот так вот сделаю. Пустой. Рейтинг. Ну. Продукты. Экзекьют. Я хочу видеть список всех не работающих. Да. Модел контента 10.24. Ой да. 2040. И это единственная проверка да. Которая наверное не прошла. Ну контент. И давайте вот таким вот образом я экзекьют. На корябую количество силу. И здесь у меня как раз рейтинг. Должен быть больше нуля. И в общем если опять же здесь я поставлю. 6. Экзекьют. Ну в общем валидация работает. Из коробки мне кажется это очень удобно. 6. Дальше давайте проверим наш ревью в процессе создания на предмет того что он собственно игре пишется к реальному продукту. И для этого нужно вот здесь или вот здесь сделать проверку такую же которую мы сделали здесь. Я хочу прям вот так вот скопировать и я хочу ее прям ставить. И надо сказать что теоретически здесь допрашивается какая-то оптимизация какого-то может быть даже хитрого образа. Но я вот настоятельно рекомендую не усложнять. Вы собственно и решаете как гандиции. В данном случае логика будет варьироваться и сложно будет это все разделить. Проверка должна быть проверка. Этим-то и отличается Vertical Slice Architecture. Что все как бы вертикально в одном реквесте должно отрабатываться без максимального то есть исключая максимально вот эти какие-то нежелания между реквестами и там сервисами и общими какими-то типами. Но если я теперь запущу и скажу что у меня какой-нибудь несуществующий продукт у меня это тоже как бы сработает и в этом будет проверка. Так давайте тогда на этом пока закончим. Вам всего доброго и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok